Десногорские дзюдоисты Целых два дня в спортивном зале ООО «Полимер» проходил второй тур Лиги чемпионата России чемпионата ЦФО по волейболу среди мужских команд 2015 года. Первая лига чемпионата России включена в единый календарный план всероссийских соревнований волейбола. Она является как бы частью чемпионата России, но если чемпионат России высшей лиги, высшей лиги А, суперлиги является как бы профессиональным чемпионатом, то первая лига остается у нас любительским чемпионатом. Здесь могут участвовать как раз коллективы физкультуры, трудовые коллективы, команды высших учебных заведений, команды детских и спортивных школ или команды образованных какого-нибудь спортивного клуба. И задачи ставятся. Команда Дюш ставит задачи подготовки для выступления в финале первенства России или как вот у нас в прошлом году играла команда Санкт-Петербург, она ставила задачи подготовки к соревнованиям спартакиады молодежи России, где она, кстати, в этом году заняла третье место. А команда Полимера в данном случае, она ставит задачу просто, во-первых, развитие физкультуры и спорта в городе Десногорске. Люди занимаются, здесь работают, они не получают зарплату как игроки, они получают зарплату как работники Полимера и в свободное время тренируются и играют. И, кстати, очень неплохо выступали в спартакиаде трудящихся России, где заняли в прошлом году, я помню, четвертое место. Соревнования состоят из четырех туров. Участие в них принимают 14 команд. В первом туре, который проходил с 17 по 19 октября в городе Ярцево, Десногорская команда набрала 8 очков из 9 возможных. А с 21 по 23 ноября в Десногорске в очередном отборочном туре встретились четыре команды из городов Десногорск, Калуга, Курчатов, Ярцево. И здесь десногорцы повторили свой результат, обыграв команду Курской атомной электростанции со счетом 3-2 и стали лидерами в своей подгруппе, набрав в двух турах 16 очков. Мы играли в принципе не самым сильным соперником, но команда Курская АЭС привезла в принципе немножко измененный состав, можно сказать усиленный. То есть не было четвертого номера у них в первом туре в городе Ярцево и не было парня из Орла, которым они усилились 14 номером. Мы устраивались как бы на победу, знали, что мы наверное чуть сильнее, не совсем, но чуть-чуть сильнее. Поэтому дали поиграть в принципе всем нашим парням, которые большую часть чемпионата, в финальной части, наверное, скорее всего будут сидеть на скамейке, потому что все-таки не все одинаково сильные, не все, ну, скажу, если потолок. Ну, в целом могу сказать, что парни справились и это, то есть в обоиме должны быть все игроки, то есть любой должен заменить и подстраховать партнера, поэтому все молодцы, да. В целом, ну, как бы настраивались на победу, то есть нельзя было отдавать не парни, потому что возможно на выходе мы будем считать количество сыгранных сетов. Мы к вам приехали впервые, ну, город такой небольшой, уютный, город нравится, соперник тоже нравится, ну, сильная у вас команда, конечно, не тянет, ну, а так нравится прием, зал, условия жилья, ну, вот, собственно, и все. Сегодня немного не получилось у нас, завтра будет лучше. За лидерство нашей команде придется побороться еще в двух турах. В третьем, который состоится в городе Калуга и в последнем заключительном отборочном туре, который пройдет в январе у нас в Десногорске. Мы желаем нашим волейболистам успеха и легких побед и ждем с нетерпением следующей игры, а также положительных результатов. 13 ноября состоялась третья очередная сессия Десногорского городского совета 4-го созыва. В этот раз на рассмотрение депутатам было представлено 14 вопросов, по которым ими приняты следующие решения. Рассмотрев представленные администрации Десногорска отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Десногорск за 9 месяцев 2014 года и учитывая рекомендации постоянных депутатских комиссий, Десногорский городской совет решил принять данный отчет к сведению и данное решение опубликовать в городской газете Десна. Далее руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. В целях социальной поддержки граждан, учитывая предложение комиссий, депутатами было вынесено следующее решение предоставить на 2015 год дополнительную компенсацию родителям и семьям погибших умерших военнослужащих при исполнении воинской обязанности, связанную с пользованием услугами кабельного телевидения в размере 50% оплаты указанных услуг. По следующему обращению администрации города и учитывая статьи Налогового кодекса, городской совет решил внести изменения в решение Десногорского городского совета 24.11.2009 года за номером 128 о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. А это оказание услуг по обслуживанию автотранспортных средств и размещению рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств. Решение опубликовать в газете Десна не позднее 30 ноября 2014 года. Далее депутатами было принято решение о внесении изменений и дополнений в пункты с 1 по 10 положение о земельном налоге на территории муниципального образования город Десногорск Смоленской области, утвержденное решением Десногорского городского совета 27.05.2010 года за номером 252. Подробности вы найдете в газете Десна и на сайте администрации города. Далее депутатами городского совета было принято решение утвердить положение о трехсторонней территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Десногорск, опираясь на ряд законов и рекомендации постоянных депутатских комиссий. Руководствуясь ЖК РФ, рассмотрев материалы, представленные комиссией по формированию цен, тарифов и надбавок, депутаты вынесли следующее решение. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года базовую ставку платы за пользование жилым помещением, платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений Государственного или Муниципального жилищного фонда муниципального образования города Десногорск в размере 5 рублей 60 копеек за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Решение опубликовать в городской газете. Рассмотрев два обращения администрации города Десногорска об установлении налога на имущество физических лиц и о предоставлении льготы по налогу на имущество, учитывая правовые документы и уставы, а также рекомендации постоянных депутатских комиссий планово-бюджетный по налогам и финансам, депутатами было вынесено следующее решение. Установить на территории Десногорска налог на имущество физических лиц в отношении налоговой базы. Объектами налогообложения признать следующее имущество – жилой дом, жилое помещение, квартира или комната, гараж, машина-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения. Налоговые ставки устанавливаются на основе суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, а также предоставить льготу на 2015 год в размере 100% по налогу на имущество, принадлежащее несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях на полном государственном обеспечении. Уважаемые телезрители, в полном объеме с данными решениями вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации город Десногорск в разделе «Решения Десногорского городского совета». Здесь же вы найдете и другие ранее принятые решения. В спортивной школе Десногорска 29 ноября проходило первенство Смоленской области подзюдо среди юношей и девушек 1998-2000 годов рождения. В качестве почетных гостей в зале присутствовали чемпион Европы по борьбе самбо, мастер спорта международного класса Владимир Грузнов, город Ярцево, заслуженный тренер Российской Федерации Анатолий Смирнов, город Смоленск. Эти соревнования уже становятся традиционными, и мы их проводим ежегодно. Очень отрадно видеть, что количество участников с каждым годом растет, а настроение только улучшается. На разминке я видел, что все с таким азартным разминались, такие радостные, бодрые. Хочется пожелать, чтобы после соревнований независимо от занятых мест все оставались так же веселые, бодрые, и было бы у вас к чему стремиться, тем, кто немножко занял не туниста или кому-то проиграл. Я всем желаю вам крепкого здоровья. Конечно же, то, что такое большое количество у нас участников, есть заслуга родителей, которые заинтересованы в развитии физического своих детей. Есть огромная, видна работа от тренерского состава, в которой они жалеют времени, сил, и в выходные, и не в выходные, поезжают на соревнования, занимаются с детьми. Как право Олег Николаевич, когда я сказал, родители и тренеры. Потому что вы, ребята, чистый из-под бумаги, на случай, а вот ваши родители и ваши тренеры, преподаватели, это вторые родители, которые вписывают в этой чистой бумаге то, что с вами будет дальше. И на сегодняшний день вы знаете и понимаете, что наш президент нашей России, Путин Владимирович, он сам мастерспортно подзюду, он старается на международной линии показать, что Россия еще крепка и будет крепче. И вот благодаря вам, я, когда мы вас здесь выставили, я думаю, какая сила, какая мощь, какие вы умнички, в каждом глазах блеск. И я думаю, что все будет у нас в России хорошо. Вот, смотря на ваших, на ваших лицах. Целью соревнований было определить состав команды, которая будет защищать честь Смоленской области в первенстве Центрального федерального округа Российской Федерации в 2015 году во Владимире. В соревнованиях приняли участие команды из городов Смоленск, Десногорск, Рославль, Демидов, Сафонова, Ярцева, Верхнеднепровский. Одновременно с первенством Смоленской области проходил областной турнир подзюдо среди юношей и девушек 2001-2005 годов рождения, посвященный 40-летию образования Десногорска. После торжественного парада на трех татаме развернулись спортивные баталии. Каждый спортсмен старался проявить себя. В упорных поединках было столько азарта и желание победить, что равнодушным оставаться в зале было довольно сложно. Зрители, которых в этот день собралось около сотни человек, горячо и эмоционально поддерживали всех участников соревнований. В этот день было много улыбок победителей и слез проигравших. Но таков спорт побеждает сильнейший. Десногорские дзюдоисты выступили достойно. По итогам областного первенства среди юношей и девушек победителями и призерами в своих весовых категориях стали первое место Павел Шикин, Александр Игнашин, второе место Анастасия Тагильцева. Павел Шикин и Александр Игнашин, ставшие победителями в своих весовых категориях, получили право войти в состав сборной команды Смоленской области и принять участие в первенстве Центрального федерального округа под дзюдо в 2015 году во Владимире. Не отстали от своих старших товарищей и юные дзюдоисты. Среди 130 участников турнира 2001-2005 годов рождения десногорские спортсмены завоевали много призовых мест. Победители и призеры первенства и турнира были награждены грамотами и кубками. Администрация детско-юношеской спортивной школы поздравляет своих воспитанников с успешным выступлением на соревнованиях и желает новых побед в спорте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова